21 июня 1941 года запомнился Нине Крутовской счастливым и солнечным днём. Выпускной вечер, танцы, мечты о будущем. На следующий день ребята договорились встретиться в парке, покататься на лодках. Ещё не было 11, я собираюсь, бежит ко мне сестра старшая. Нина, Нина, война! Мы скорее к репродукторам. И Молотов объявляет, что фашисты, Германия напала без объявления войны на нашу родину. И мы вместо парка все побежали в школу. А из школы в военкоматы. Все хотели попасть на фронт. Нина была самой младшей в классе. Ей едва исполнилось 17. А потому вместо фронта её отправили на курсы медсестёр. Жила она тогда с родителями и братьями-сёстрами в Подмосковье. Когда немец подошёл к столице, началась эвакуация из заводов. Отец сказал, Нину надо спасать. Девушку вместе с эвакуированными с текстильного завода отправили в Куйбышев. Голод, холод. Ну что она меня отправила? Даже семьи эвакуировались. Они брали и примусы, все эти сковородки, кастрюли. А меня только вилка, ложка и всё. Всё, что лучшее было в доме. Вроде надо спасти. Я там голодала. Ну, я здоровая, спортсменка была. Выдадут, как служащие, 400 грамм хлеба чёрного. Я сразу съедала. Мне всё. Я поэтому говорю, я всё равно убегу. Я вещи меняла на хлеб, на картошку. Девушку вернули в Москву, а оттуда на фронт, медсестрой. Калининский фронт, Курская дуга. За девичьими хрупкими плечами вся хроника войны. Везде были бои, везде была кровь. Мы, девчата, это, наверное, выдержали. Наших медиков тоже очень много погибло. Из-за молодости, из-за патриотизма. И у нас такая была вера. Особенно, когда мы уже стали освобождать нашу территорию. С победой в Великой Отечественной для Нины Алексеевны война не закончилась. Вместе с отечественниками она стояла на защите дальневосточных рубежей Советского Союза. Вот, например, порт Артур. А по-китайски Люишунь. И в некоторых изданиях не указывают, что это порт Артур, а говорят, что это Люишунь. Да что это за порт Артур? Вот. И другой порт, Далянь. Это китайская. По-нашему дальний. Уникальная карта с названиями на двух языках висит в Музее боевой славы участников войны с Японией 1945 года. Единственный в стране музей, посвященный этим событиям, организовала Нина Крутовская. Она же возглавляет общественную организацию ветеранов войны дальневосточников. Для школьников проводит уроки мужества. Еще и книги писать успевает. Уже вышло шесть книг из серии «Дальневосточный финал». Пример бодрости и боевого духа Нина Крутовская отмечает свой 91-й день рождения. С праздником женщину поздравил председатель Гордумы Александр Фетисов. Почетная грамота. От нашего любимого города. Знак признания вашего вклада в патриотическое воспитание, как нашу участницу Великой Отечественной войны. Мы наградили вас за заслуги перед городским сообществом, которые у вас там, безусловно, неизмеримы. Спасибо. После официальной части с подарками и цветами именинница за чашкой чая рассказала о своей жизни и судьбе, о том, как стала общественницей и какие планы наметила на будущее. Марина Матвеевична, Максим Гусев. События.